Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Первое, вот то, что я сегодня последнюю песню до перерыва пел Про, посвященный, вернее так, Игоря Николаевича Морозова Я считаю, что это действительно основоположник Один из двух или трех авганской песни И в какой-то веке он, наконец, выпустил большую книгу Кому это более-менее интересно Вот там, где продавали билетики Другой вход, центральный, да? Там продается его книга По-моему, называется автомат и гитара По-моему, 500 рублей стоят или где-то так Вот, если кому-то любопытно, то зайдите и можете ее купить Второе, значит, мы сейчас тоже по графику сделаем второе деление Не очень длинное, не очень короткое Обычно как и положено И у нас останется еще время на общение Поэтому я вам советую так Особенно не спешить, спокойно Кому что хочется, еще можем посидеть Можем что-то выпить Девчонки нам скажут, когда уходите, если что Если кому-то не достались мои журнальчики Которые я раздаю бесплатно, естественно То у меня еще несколько штук осталось Потом мне скажете И я тогда с удовольствием отдам Мне будет домой меньше чего-то счет А сейчас начинаем второе деление И совершенно неожиданное И для меня тоже Я думаю, для вас будет Новая песня, которую я никогда вообще не пел Только я недавно сочинил Чем она интересна? Она не на мою мелодию Обычно я все пою Пусть на примитивную, но на свою мелодию И называется она, как у Пушкина Из Пин де Монти У Пушкина было одно стихотворение Которые первые строчки были Недорого ценю я громкие права И дальше идет о политике И для того, чтобы преодолеть царскую цензуру Он назвал что-то якобы перевод Из такого итальянского поэта Из Пин де Монти Вот, а я написал какие-то слова Которые понял, что нужно тоже обходить цензуру Но не царскую, а внутреннюю Потому что, в принципе, я человек крайне застенчивый А песня достаточно, ну скажем так, откровенная Я решил тоже назвать, что эта песня называется Из Пин де Монти Но в ней есть сильное влияние Некрасова И на это влияние Некрасова Был написан романс один такой И сколько я не смотрел источников Автора музыки К этому романсу Я так и не нашел То есть, просто что стихи Некрасова и все Поэтому моя песня называется Из Пин де Монти 2 Музыка народная Братов Тишин Братов Тишан очень песня грустная Тиха, 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 тиха Что ты жадно дымишь сигаретой В стороне от веселых друзей? Может, вспомнил родную газету Или провинциальный музей? Ах, какие там были девицы! Ах, какие верши без дела! Как скакали твои кобылицы Закусившие любви у дела На служебных диванчиках узких В древних креслах на стёртых коврах Скинув юбки и белые блузки Отдавались они по пыхах И на гребне застольной эпохи Вновь не слизь, не страшась, не чертам Расточая истонные вздохи Опуская всё ниже уста Постарели былые лошадки Нет газеты, разграбленный музей Не играй же ни в трезвость, ни в прятки Выбери, отправляйся на святки Стройкой странных весёлых друзей Где-то в начале 90-х собирались мы в городе Киеве Мы это я не веду афганцем И в том числе бар для афганцем И всё было хорошо Но вот я уже почувствовал, что Нас, афганцев Очень сильно кто-то подкупает И разделяет И мерзавцы типа Генриха Ализеровича Боровика И всякая вот прочая нечисть Ребятам афганцам гали какие-то Льготы Это самое И прочее И они многие стали бандитами Но, кстати, вот интересно Офицеры никто практически не шёл бандиты Солдатики неустойчивые И что-то меня тогда уже насторожило Я написал песню, которая называется «Прайцы по войне» Над высотой твою кроватью Жёлтый снег на стене Где вы, братья, где вы, братья Мои братья по войне За ключом и обвятья Предававшими в огне С кем вы, братья, с кем вы, братья Мои братья по войне Не на вас лежит проклятие За безумие в стране Вы куда идёте, братья Мои братья по войне Вас не вправе осуждать я Но всё чаще снятся мне Не вернувшиеся братья Мы, братья, по войне Да, одеждою и статью Мы такие же вполне Отчего ж так стыдно, братья Перед снимком на стене Вообще, не знаю, как Большинству сидящих в зоне Я очень люблю Украину Я уверен, что почти у всех, кто здесь сидит Какая-то капля украинской крови Обязательно есть А я как-то особенно люблю Киев Вот я в детстве туда попал И потом ездил И так это мне всё нравилось А потом он вроде узнал, что Ребята, с которыми мы тоже То, что я братья по войне пел Мы вместе выступали Я сейчас смотрю и узнаю по интернету Что они поют там в этой зоне АТО Для, так сказать, украинской службы безопасности То есть для наших врагов Думаю, вроде садовские Какие сволочи, да? Как они могли? А вот одна девочка Молодая журналистка, красивая Которая обычно ходила на наше выступление Сегодня не перешла Вот, она ездила туда На Донбассе в Луганщине И она интересную штуку раскопала Что оказывается, когда вот там реально Происходит обмен убитыми и пленными То это делают именно афганцы С той и с другой стороны Потому что афганцы Друг другу доверяют А остальные Никто никому не доверяют, да? Вот, короче говоря У меня была такая песня Тоже после Киева написана От имени человека из Киева Драны, керзачат С пушкой на плечах Я прошел тебя, Афган Солнечный куча Выделих ночах Снился мне зеленый Ах, как будто В шашке И далее на Киев Где заждались Крещатик и Паду Оксана М И многие другие Которых я пока что не нашел Сброшен лишь небес Станок МС И получена медаль И бляжу с небес И бляжу с небес Как Афган исчез Впереди другая Далька Будда Шпен И далее на Киев Где заждались Крещатик и Паду Оксана М И многие другие Которых я Пока что не нашел Родина в окне Вот она стене Над кроватью свет луны Что сказать жене Если снится мне Не любовь А путь с войны Кобун Кашкен И далее на Киев Где заждались Крещатик и Паду Моя жена И многие другие Которых я Конечно не нашел На Путашке И далее на Киев Где заждались Крещатик и Паду Оксана М И многие другие Которых я Пока что не нашел Саша Ленин Ты доволен? Чем? Ты же украинский националист Как и я Ну-у-у Ну немножко Немножко Я недоволен Почему? Мы приказом на Киев Ну что ж не пошли Мы бы встретили Нет, обожди Ты не понял Это песня называется Путь с войны Как я возвращаюсь домой Я не об этом Я другой песни А, ну а другой, да А той, которая Нафигу Какая нафига Это из Киевской Руси Так Давайте еще раз помним 25 лет Начало первой чеченской кампании Какая была доска Я не знаю Вот здесь Только может Виталий Иванович Бенчарский Мне его представлял Еще раз представлю Этот человек Советский полковник Который больше 300 Наших пленных Солдатиков Вытащил оттуда Вернул Материал Киевской Руси Киевской Руси Но вот это была Первая чеченская кампания Когда она закончилась Было чувство Глубокой тоски Понимаешь Потому что Еще и наши пленные Все-таки там Оставались И понятно Что нужно было Еще раз Вот я вам Просто вот Это Как бы Свидетельство времени То, что я написал Но то, что думаю Многие Чувствовали Мы смерти тоже Не боялись Но как не выполнить Приказ И мы ушли А вы расстались Остались умирать За нас Просить прощения Не вправе Мы видим я И во сне Как мы уходим У нас поставили На поругание В Чечне Ноченья нет Но мы клянемся Когда наполнятся Верхи Мы к вам вернемся Мы вернемся Чтоб нашей кровью Смыть грехи И в грозный день Последней битвы Вы с нами Встанете В строю Своими вленьями Молитвой Прощая Родину Свою И в грозный день Последней битвы Вы с нами Встанете В строю Своими вленьями Молитвой Прощая Родину Свою Звучит Аплодисменты 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 Где Саша? Саша Что-то мне кажется Встала гитара Или облок Чуть-чуть погромче Можешь ее Сделать Ну и намного Песня называется «Воспригание бойца» Аплодисменты 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 Настоящий Живот Обаленный Не придуманный Жарким Огнем Рядовые Безвычай Погоны Покороны Шестели На нем Но подробность И вам Не расскажут Ни комфиф Ни ночпот Ни комбат Только место На карте Укажут Где отмучился Этот солдат Да и мы С ним Наскились Лишь взглядом Когда полз Я Живому Огню Если вы С нами Не были Рядом Как же Это Я вам Объясню К сожалению Это не Крестник Это вы Это вы Это вы Под гордезом Мы рухнули Вместе При дорожной Уменью Жадков Ли Вы Песня называется «За речкой на юге». Это такое возникло, я не думаю, что от меня, но возникло устойчивое словосочетание «Афганистан» – это значит «За речка на юге». А мне еще одно, знаете, чем запомнилось? Была такая в конце советских времен популярная телепередача «Взгляд». И вот меня как туда, значит, пригласили, затащили, как бы что я не очень хотел, но затащили. И какой-то… Ну, очень короче говоря, я должен выступать с гитарой, это все-таки петь в прямом эфире, это тяжело. А, помню, был какой-то день, 22 февраля, или что-то такое-то. И они говорят, ну ладно, вы там споете там, да, и все там, да-да-да-да-да-да-да. Потом звонили. 10 часов. 11 часов. 12 часов. Пошел первый час ночи. Я говорю, ну а вы меня когда? Ну, мы вас выпустим, выпустим. То есть, они, наверное, ожидали, что я там перегорел совсем, да, и я решил спеть самую сложную песню, да. И я спел, буквально, полчатого. А песня такая «За речкой на юге». Завалы, заслоны, засады, барханы, сугробы, ветра. Наверное, забыть это надо, но помниться, словно вчера. Страна, что за речкой на юге, как мы ее звали по час, Отстанется песня о друге, навечно ушедшим от нас. И гордость, и горе, и горы, где друг отозваться не сможет. А мы вот пришли из-за речки, мы обняли жопы и детей. И песню поем на крылечке среди невоенных гостей. Война была нашей работой, и мы выполняли ее. Но если концовку припевом подтянет невидимый друг, Мы глянем ни вправо, ни влево, а в сторону речки на юг. Страна, что за речкой на юге, как мы ее звали по час, Отстанется песня о друге, навечно ушедшим от нас. Еще одна из афганского цикла, называется песня Джалабад. Чем интересен Джалабад? Он довольно близко от Кабула. Но Кабула стоит в горах, на высоте примерно до 1600 метров. И зимой в нем очень холодно. Очень. А Джалабад стоит за горами, но внизу. И там зимой очень тепло. Вот улетаешь совершенно близко от Кабула до Джалабада, А там совсем другая жизнь. Днем ветер, ночью, снега, ба, морозные рассветы, А мы летим в Джалабабад, Джалабабад летом. Там в эвкалиптовых ветлях большие, как сороки, Десятки жертв, так трудных, так устраивают склонки. Там берега реки Кунар, травой покрытых сочной, И над водой молочный пар восточной дышит ночью. Там пальмупругие листы, как зеркала, сверкают, И звезды с чистой высоты по ним траву истекают. Там, как на юге в Новый год, путь соло-красным шаром, Бесценный бенземянный плод красуется садаром. Там, над ручьем, стоит камыш, прирозно-человечек. Летучая ночная мышь порхает в нем беспечно. Там везьяны из чещок пугают изгамуток, Там снайпера стреляют в лоб, что должен, кроме шуток. Там снайпера стреляют в лоб, что должен, кроме шуток. Ну и так далее. Ну и от того, чтобы вообще бесконечно. Вот, кстати, когда иногда вот сейчас вроде же глупо спорить, А что вы не могли вот с этим, с Афганистаном справиться там, да-да-да? Во-первых, там было максимально, там 100, Ну, самый максимальный момент, 120 тысяч наших войск. Американцы в буре, в пустыне, для маленького Ирака, У них было больше полумиллиона. Ладно. Говорят, ну Афганистан такой маленький, какой нахрен маленький. Афганистан, он больше, чем самая большая государственная западная фронта, Западная, это самая Европа, то бишь Франция. Афганистан больше Франции. Это огромное государство. Туда, в принципе, послали там несколько наших там этих там полков, чтобы, если бы серьезно было, то, может, было бы большой комитет. Ну ладно, поэтому назывался ограничительный комитет. Ладно, без политики там. Но просто к тому, чтобы понимали, что то, что сделали в Афганистане, вот с этими силами, было максимум то, что можно было. Так, братцы, сейчас будет тихая песня. Я обещал вращаться как-то не то, что к ракетным войскам, а к нашим молодцам. Потому что когда мы были курсантами в 70-х годах, и все казалось, вот, вот, советские времена, ничего было нельзя. Вы там жили, типа, как ублюдки там, а теперь у вас свобода. Такой свободы, какая была в 70-х, 80-х годах в Советском Союзе, это даже придумать нельзя. Сейчас мне, где я ступить, нигде не могу. Я не могу ни закурить там, ни выпить там, ни к женщине подойти, потому что меня в сексуальном домогательстве. И вообще ничего не могу. Я живу как ублюдок там. А вот, в принципе, 70-е годы, это было время свободы. У меня песня была такая про первые курсантские свидания, вот тоже там. Типа, армия, да пили мы, и курили, и с девчонками встречались, и в самоволку ходили. И все-таки хорошо служили, и все как минимум до полковника-то служили. А у нас была первая казарма на Софийской набережной, правда, она называлась набережная Мориса Тореза. Сейчас я опять Софийский, я расскажу. И тогда было там еще посольство Великобритании. Его сейчас перевели, кстати, куда-то там. А в тылу посольства Великобритании, это был сквер Репина, так называемый, или болото, где сейчас новая демократическая молодежь устроили всякие бесчинства. Вот там, где-то ударник, и так далее, да. А мы там вот по форме номер, по-моему, три называлась, с голым торсом, то есть без всякой одежды, кроме внизу, да. Мы там на зарядку бегали. Естественно, знакомые места устроили там свидание с девчонками. Вот такая песня. В тылу посольства Великобритании, где длинный скверт, скамейки и фонтан, на первой курсантские свидания. Я приходил прекрасно юный пьян, Без памятника жива безвременной, Скалечко стояло в темноте, Волнительней не помню и не лень пьян, Свиданий в жизни, чем свидания тем. Московская, холодная, холёная, Девчонка издевалась надо мной, Чтоб через час прикинуться влюблённою, Перед казарменной проходной. Ей нравилось, наверное, многолюдие, Хмельные голоса со всех сторон. Эй, девочка, с какой ты киностудии, Братан, отдай её в наш батальон. Не знаю я, с какой ты киностудии Отдам тебя в соседний батальон. Когда со страстью будто в самом деле шинель Она приподнималась на носки, Закидывая на мою шинельшку Две белых, как настаивых, руки И прижималась бёдрами упругими, И молча там не мало, И целовала в губы, не стыдясь, Чтобы юцы военные с подругами Завидовали, видя нашу связь. Я иногда хожу за Москва речи, Сажусь на Турском юг, когда пустам, И вспоминаю, будто помнить нечего Её перед казарм мою пустам, И вспоминаю, что ж не вспомнить нечего Её перед казарм мою пустам, Ну вот почти серьёзная пица. Возможно, я её честно не написал, Но я написал несколько раньше. Называется «Помолись за Россию». ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 об этом, знаешь. И все-таки если я буду петь заказы из зала, то я каждый раз буду петь одни и те же песни. Да. Ну, давайте говоримся так. Кстати, следующая встреча у нас кто захочет, это примерно середина апреля. Точно, да, думаю, не знаем, но примерно 15-16. Это будет обязательно суббота, обязательно в 3 часа, потому что лично мне это нравится, не знаю почему, потому что после этого можно еще спокойно выпить, а это самое, а в воскресенье не надо идти на работу, да, и вам тоже-то, вот. То есть это будет гнездо в середине апреля, тогда я обещаю Вадиму, кстати, Вадим Акулов, это бывший наш партийный советник Афганистана, а потом собственный корреспондент газеты «Правда» в Афганистане. Вадим, когда я закончу, надеюсь, ты почитаешь стихи. Так, у нас осталось, сейчас поплавлю пять песен, мы это сделаем. Вот когда прошел первый чечен, он все равно и все равно было чувство безнадежности, да, а потом как-то все отлегло. Вот я вам сейчас пою эту песню, просто сравнить так это. Одно, которое было сразу же написано после возвращения и священия, а другое через какое-то время. Ну что ж, пора, товарищ капитан, мы родину и смерть не выбираем, мы под звездой прошли Афганистан, мы до креста как России умирали. Ну что ж, пора, товарищ капитан, мы сыновья загадочной страны, мы как чужие собственной отчизны, и пусть мы сегодня не нужны, но без нее и нам не надо жизни, мы сыновья загадочной страны. Нет красных звезд на полосах знамен, но наша кровь не изменила цвета, еще он будет в мире воскрешен, хотя пока мы их не за это, нет красных звезд на полосах знамен. Ну что ж, товарищ капитан, пора, ведь мы не жизнь, не смерть, не выбираем, мы за державу гибнем под ура, мы за эпоху молча убираем. Ну что ж, товарищ капитан, пора. Песня капитан из Чечни. Вот и весь служебный рост над погодой восемь звезд, а хожу все годы в кармане дирам взвода. Я, 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 округа, пил словно во врага, но с ядами чаще враг настоящий. Я в хате бывал, в Приднестровье воевал, я верхом на танке ездил под таганки. Я стоял на рубеже, спал с овшами блин, даже я копал окопы посреди Европы. Будавала ордена, удивленная страна, умный, вон, ворует, а дурак воюет. Я не робок и не слаб, не отнюдь, не против баб, но с моим окладом и меня не надо. Я под вечер или в ночь выпить водочки не прочь, это тоже дело, если не обстрелать. В общем, я такой, как вы, из Томбола, или Москвы, разве что там тут же мне никому не нужно. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне надо называть четыре песни и скоро закончится. Тем более, одной из них, как я называю это самое, у меня песни есть такие, есть песни «Кричалки». Вот эта песня «Кричалки». Я что-то поставил себе задачу вспомнить афганские гарнизоны, которые я знаю. Их там много, я же не все знаю, но те, которые более-менее знают, я добывал там, хоть на секунду заглядил. Песня называется «Афганские гарнизоны». С ташкентской пересылкою Последними бутылкою проспились И Айдам воздушным сообщением Другое измерение в другие города. Кабул, 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 Эр-э-забул, Тару-ля-мак, где чуть живой о скуке штаб сороковой, аэродром, небесный гром, кормив с чекушкой и прапорщик с метром. Ла-ла-ла-ла-ба, волшебный сад, между двух бригад, что над рекой хранят свой собственный покой. Спив на часах с бычком в усадь, И вертолетный полк огни. Бьют и шикар издалека и миномет из бугорка перезовут, гони хануман без темноты она не стоит этих сумм. Гордец, гордец, пыль на небес, отчаян духе головой перед бригадой штурмовой. Мол, за рубли в такой пыли мы сами духи продохнуть бы не смогли. Шиндан, шиндан, здесь маловато, а тот, кто этому не рад, пусть отправляется в Керат, но здесь обмят госпиталят, где много пап, а с ними булком нам земля. И Кандагар сплошной угар на Черной площади в райах горит среди ночи и среди дня, но за углом аэродром где нас не взять и где ждет нас пропорщик сын дурок. Браво! Браво! Писы! Вот сейчас песня, которая Я, к сожалению, пою на каждом выступлении, но сейчас у меня повод железный. Маленькая такая писательская делегация, что бывает сейчас редко, поехал на север. Поехали мы в логовище Газпрома. А логовище Газпрома это город Югра. Там Газпром, Югра, Трансгаз. Ладно, полетели мы туда. Потом еще нужно было ехать где-то 8-9 часов на машине. В Москве задерживался рейс. Кстати, кто давно не летал, я не советую летать. Это ужас какой-то. Там тебя вообще что-то не раздевают. Нужно вставать так, нужно поднимать руки, нужно сливать ботинки. Вообще все это унизительно, все это глупо, все это гадко. И рейс еще, как всегда, не вовремя летел. Короче, когда добрались туда, до города Югорска, полностью ошарелась какая-то там. Но нас поселили в ГИПовскую, Газпромовскую гостиницу. Вхожу в свой номер, там какой-то зал такой огромный, там не двери, а ворота. Открываю я ворота, а там собака сидит. Вот такая собака. А я, ошаревшись такой в дороге, вообще ничего не понимаю. Может, у них так принято с собаками встречать. В общем, прошло, наверное, секунд 30, пока я понял, что собака-то не живая. Это они, кажется, Газпром, они так выпендриваются. Значит, у них должен быть номер с собакой. Какая-то фарфоровая собака вот такая. И я, конечно, раз же вспомнил свою песню «Нерка». Потому что собака была раскрашена под овчатом. И поэтому в свое выступление, я там довольно много выступал, там, из гитары, да. Я пел «Нерка». Кстати, что мне было интересно, что практически в любой аудитории, включая детскую, хоть кто-то, но эту песню знал. И ко мне подходили, говорят, а вот там, типа, вот, да, вот мы стихи знали, это не знали, что это песня, или «А вы, вроде, где-то по записи по-другому пели». Но у меня еще второй повод. Я сегодня хочу вспомнить Виктора Павловича Куценко. Это был такой генерал, художник, советник инженерных, по инженерным войскам в Афганистане. Замечательный человек. И однажды вот в санатории «Русь», который был, и сейчас, по-моему, еще вода на Афганце, он оформлял музей, и там очень много его картин. Вот мне показывают одну картину. Я говорю, очень хорошая картина. Говорю, ну, что-то здесь какие-то знакомые лица. Какая-то, говорит, картина называется «Нерка». А там сидят у костра, там двое человек, а около них лежит собака. Говорит, кто сидит? Я говорю, один вроде вы, а второй-то ты. То есть я нависал другую картину. Плачет Нерка, жива душа, слезы с кровью смешались на лапах. А как Нерка, бывала хорошая, самый тоненький чудо на запах. Плачет Нерка, птица летит, боевая железная птица. Плачет Нерка, себе не прости, да ведь плачет, и все не прости. Плачет Нерка, родная рука, и без нее хозяйскую руку. Так закон она, так и хору, обреченные Неркой на муку. Вертолеты врезали с собой, высеченные юнки на теле. Сотню раз она чулила долг, а в сто первой чуть-чуть не успела. А за греху прошел золотой, когда запахом злоту бахнул. Молотом и стальном прадом, по расщелини лапа скользнула. И взлетнулся огонь из камней, и запахло железом каленым, и хозяин, идущий в сани, опустился на землю со столом, И ползала, и улетел, и ползала, и лизала его, и лизала, И хрипела на полной зла, и глазами все больно рассказала. Вот и бежали к садену друзья, облакали битами садера, Он сказал, не лизбурки нельзя, нет, сказали ему, это горы. Вертолет прилетел в полную, и вдвоем погрузили в машину. Ты не плачь, Нюрка, я не умру, ты не плачь, я тебя не покину. Но плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как нюрка была хороша, в самой дуле течу я в глазах. Последняя песня, она вроде бы какая, про ракетные войска, но на самом деле, я думаю, про нашу с вами жизнь. У нас последняя казарма, уже больше даже, как общежитие, была вот недалеко отсюда. Мы сейчас сидим на Цветном бульваре, там где самотека, а вот там есть чуть подальше, там Садовая Спасская улица. Вот песня про Садовую Спасскую улицу, где была последняя моя казарма и представка. Мечты обязательно сбудутся, но вечно пребудет со мной. Садовая Спасская улица, пивные ларьки в окружении и через дорогу продумал. Водите в моё положение пропить всё и жить натощать. Я выучусь, стану ракетчиком, живусь, воспитаю ребят. Над жизнью своей искалеченной расплачусь, я вдруг не вбават. Жена удивлённо нахмурится, я выпью и снова со мной. Садовая Спасская улица, автобус двенадцать восьмой. Мы люди по-своему дошлые, советские экс-юнкера. Да здравствует светлое прошлое, туманному завтра, ура! Претенглится жизнь и прилюбится, жаль юность порвётся с трудом. Прости меня, Спасская улица, автобус двенадцать восьмой. Садовая Спасская улица, автобус двенадцать восьмой. Вот кто здесь не первый раз знает, что всегда заканчивают песни. И одним тем словами. Если кто хочет понимать, что творится в этом мире, и что раньше было, читайте Вадима Валерьяновича Коженого. История Руси и русского слова. Загадочные страницы двадцатого века. Всё есть о нашей жизни, есть об истории. Я сейчас её спою свою песню, но том, которая была любимой песней Вадима Валерьяновича Коженого. И однажды он мне так, ещё даже не по пьянке, он в конце жизни в рейхималу пил, он сказал, что, возможно, это лучшая песня двадцатого века. Я за эту фразу ухватываюсь и на ней, на этой песне, собираюсь закончить. Это тоже офицерский романс. А что нам терять крови долго, нам нечего больше терять? А что нам терять крови долго, нам нечего больше терять? И внушно пространство державы, весь фронт наш незримый опять. А что нам терять крови славы, нам нечего больше терять? А что нам терять крови славы, нам нечего больше терять? Пилотки и волосы серые, нам выпилась белая прядь. А что нам терять крови веры, нам нечего больше терять? А что нам терять крови веры, нам нечего больше терять? Вкузове снает снегража нижести, подходит вода милая. А что нам терять крови чести, нам нечего больше терять? А что нам терять крови чести, нам нечего больше терять? В короткую песню не верьте, нам вечная песня подстань. Да что ж нам терять крови смерти, нам нечего больше терять? Да что ж нам терять крови смерти, нам нечего больше терять? А сейчас сидим спокойно, да? Ну кто спешит, тот спешит.